Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня мы немножечко поговорим о Королевском Зимнем Саду. Многие игроки в обновлении 9.95, как и я, начали менять ковенанты и начали заниматься ковенантскими зданиями. Кто-то впервые вступил в Винтиров, занимается пепельным двориком, и там многое людям непонятно, я немножечко на стримах это объясняю. Кому-то неясен немножко Королевский Сад со своими катализаторами и сворачиванием маунтов. Сегодня хочу как-то более-менее подробно об этом поговорить, высказать те знания, которые успел накопить за полторы недели. Также предоставлю интересную картинку, которая, я думаю, поможет при выращивании маунтов и ускорит их получение. Начнем же. Что у нас получается? Ковенант Ночной Народец, внимательно обратим внимание на кресло, ковенант Ночной Народец, все соответствует, так сказать, ГОСТу. Нам нужен Королевский Зимний Сад. Чтобы попасть с него мы идем на нижний этаж, подходим к Грибному Кольцу и жмем Extra Button, да, центральную кнопку. Прогружаемся, оказываемся на специальном островке, на котором даже нельзя ставить ДКшные Врата. Увлекательный факт довольно-таки. Абсолютно весь контент происходит именно здесь, именно в этой области. Тут мы высаживаем духов и тут мы высаживаем зерна, чтобы получить катализаторы. Что у нас получается? Имеется 4 вида духов и 3 их качества. Качество имеется зеленое, синее и эпическое, то есть обычный дух, далее могучий дух, а далее божественный дух. Посадив их все, мы получаем ачивочки. Также имеется 4 вида их, 4 вида разбросаны по ковенантам. Дух Гордыни. Это Ревендредский дух, Вентирский. Воинственный дух, это Некролордовский. Далее дух служения Кирийский. И неукрощенный дух, это дух Ночного Народца. Как видим, с него больше-больше всего лута в целом падает. Помимо духов, которых мы будем получать в утробе за Дейлики, а также за убийство Рарников, у нас имеются различные катализаторы. Катализаторы можно получить с сокровищ, находящихся в Орденвельде, при условии, если мы находимся в ковенанте Ночного Народца. Также мы можем вырастить эти катализаторы. Семена Хроналиста, семена Дикого Ночного Цвета и семена Дикого Корня. Эта семечка нужно посадить в семя, в большое, в одно из шести семян мы засаживаем семечко в виде катализатора. Оно растет в день, и мы получаем этот катализатор, который в дальнейшем используем. Также имеется Дейлик на выполнение одной локалочки, и за этот Дейлик мы получаем одно зерно Дикого Корня. Специальные катализаторы почти не засаживал, и в принципе в ней их хватает. На максимальном уровне нам доступно шесть семян. В них мы можем засаживать этих духов. Духи растут три дня. Ускорить мы это можем с помощью Хроналиста. То есть, возьмем, к примеру, это семя и представим, что оно пустое. Перед тем, как засаживать туда какого-либо духа, мы сначала должны посадить катализаторы. И в этот момент из вот этих вот маленьких грядок, из вот одной, из второй, подтянутся лучики к ближайшему семени. Таким образом, оно будет работать, и посадив духа, уже он будет выращиваться вместо трех дней один день. Потому что мы посадили два Хроналиста. Три минус один минус один равно один. Далее существует второй вид катализаторов. Это дикий ночноцвет. Он увеличивает получаемые ресурсы на сто процентов. Чем больше их, тем больше лута. Интересно ли нам это? Ну, в целом, знаете, не особо. Идем дальше. Самое вкусное – это зерно дикого корня. В тот момент, когда мы высаживаем определенного духа под некоторым количеством зерен, то мы можем получить некоторых маунтов. Например, я хотел сегодня на стриме открыть, но стрим сегодня получился бы довольно-таки короткий. Я хотел открыть двух маунтов. Собственно, с этого семечки, оно вот видите под четырьмя зернами, и с вот этого семечки, оно под двумя зернами, может выпасть маунт. Тут засажено что у нас? Тут засажен дух ночного народца, и есть вероятность полутать маунта. Давайте попробуем и посмотрим на все это. Юзаем. Ждем пока моб тут проговорит свой интересный монолог. И тут уже тоже вскроем. То есть тут у нас, получается, был неукрощенный дух под четырьмя зернами дикого корня, а снизу под двумя. Должны в теории выпасть разные маунты, и, быть может, повезет. В сумочке выпадет маунт. Нет, не выпал. Выпала фласка и пир. Отсюда. Ну, получается, тоже не повезло. Что ж, повезет в другой раз, не проблема. Сейчас мы высадим по новой, потому что я хочу пролутать маунтов, а ради чего я вообще занимаюсь этим садиком? Чисто ради маунтов. Само собой. С этой сумки ничего нормального не упадет. И это как бы тоже. Да, также обычная руда. Как я уже сказал ранее, на максимальном уровне у нас имеется шесть семян, куда мы можем засаживать духов. И у этих семян, которые находятся впереди, имеется разное количество связей. То есть, например, к этому семени мы можем подтянуть четыре катализатора, потому что, ну, так по структуре просто все идет. Вот он раз, вот он два, вот он три, а вот он четыре. И сейчас мы этим займемся. Маунт мне не выпал, а я маунта хочу. Поэтому что мы делаем? Садим раз. Далее, садим два. Садим три. Садим четыре. Нужно подойти поближе. И только посадив катализаторы, мы высаживаем духа, семечко. Мы поместили дух. Через три дня у меня вновь будет попытка получить маунта. Далее, сюда у нас идет две связи от зерна дикого корня. И мы тоже высаживаем сюда неукрощенного духа, потому что неукрощенный дух под двумя зернами дикого корня тоже может дать маунта. Что я хочу посадить влево и вправо, в принципе без разницы, потому что если опираться на табличку с вовхеда, то если под одним зернышком дикого корня мы садим любой дух, то мы просто лутаем зеленый трансмог. Пожалуй, я просто-напросто посажу дух гордыни вправо, пускай и выпадет что-нибудь интересное на трансмог. А влево я хочу закинуть, наверное, дух некролордов, почему бы и нет. В целом, основные семечки, куда мы высаживаем духов, это подвязанные к четырем катализаторам и к двум катализаторам. В целом, мы тратим их всего четыре штучки, а подвязываются они и к нижнему семечке, и к верхнему. Вот как-то так. А если поговорить о бачивах, то что у нас получается? Нам нужно высадить всех духов, божественные духи лутаются у винария с низким шансом, с мизерным. А если поговорить о бачивах, наблюдение за духами, мастер медитации, духи большие и маленькие, нам просто нужно выполнять дейлики и квестики у духов, которые периодически будут приходить к нам в королевский зимний сад. Вот как-то так. Надеюсь, хотя бы немножко прояснил ситуацию насчет этого королевского зимнего садика. Думаю, видосик будет вам полезен. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok